Уж если у нас так все хорошо пошло, давайте еще один, тоже крайне простой случай поставим. Вычили по модулю 2 умножить на b в степени n. b в цель. По-прежнему b это больше 2, простое число. Это есть φ от двойки умножить на φ от b в степени n. φ от двойки это единица, φ от б в степени n на своем время это b в минус 1 умножить на b в минус 1. Значит, по количеству элементов то множество, которое мы сейчас рассматриваем, в фрикальной палатке, зачем количество элементов у нас есть? Это просто одно и то же. Давайте подумаем, а может быть и вообще по сути это одно и то же или нет. Вот мы выписали табличку, когда p равнялась 3, n равнялась 2. Чисел у нас было, как помните, 6 штук. Правильно? Фиат 9 это было 6 штук. А здесь будет по модулю 18. Потому что, давайте эксперимент сделаем. Давайте просто сделаем эксперимент. Выпишем и посмотрим, нельзя ли как-нибудь связать одни с другими. Итак, по модулю 18 у нас были числа. И по модулю 9 у нас были числа. Итак, числа от 1 до 18 взаимно простые. С 18 что это такое? 1, 2 нельзя, 3 нельзя, 4 нельзя, 5 можно, 6 нельзя, 7 можно. Дальше что там? Что это нащупает? 8 нельзя, 7 нельзя, 10 нельзя, 11 можно. 13. 13. Еще что? 15. Нет. 15 нельзя? Да, 17. 17. Хорошо. По модулю 9 какие там были числа? Точно помню. 1, 5, 7 были. А еще какие были? Было число 2. Слушай, давайте я все готовишь. Еще было какое число? 4. 4, а я ее сюда напишу. 8. И 8. А я помню. Надо сделать очень простую вещь. Когда у нас есть какой-то остаток по модулю P в степени N, выписываем все числа 1, 2 и так далее, P в степени 2, да? Числа взаимно простые с числом P бывают четные, а бывают нечетные. Так вот, те, которые нечетные, мы просто выписываем. А к тем, которые четные, мы прибавляем P в степени N и пишем их сюда. 1 соответствует ниц. 5 пятерки, 7 семерки, 11 будет записываться как 2. 13 будет записываться как 4, 17 будет записываться как 8. Ну, разумеется, нужно проверить, что это изоморфизм группы. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Когда мы берем... Ну, здесь надо оставлять себе не 18, конечно, а 2 умножить на P в степени N. А здесь надо оставлять себе просто P в степени N. Когда мы берем 2 нечетных числа, понятно ли, что когда мы их умножаем, то произведение будет тоже нечетное. Так? Берем остаток от деления на P в степени N. Он, конечно, может оказаться четным. Но если мы прибавим к нему P в степени N, то будет он как раз здесь. И уже ровно где надо. И в других случаях так же. Когда вы... Это просто другой способ записи элементов. Ну, это вот я... Мне кажется, достаточно понятно объясню, как строится изоморфизм между этими двумя группами. А давайте теперь все-таки укажем рождающий элемент. Потому что для вот этой вот группы мы просто явным образом сказали. И давайте сейчас посмотрим, что же у нас будет здесь. Ну, для этого, конечно, надо просто вспомнить, какие же там были. я вспоминаю. Там был элемент 1 плюс P. Ну, разумеется, его нельзя писать, потому что это четное число. Значит, я заменяю его на вот такой вот элемент. А это уже вполне себе подлингий. Еще ленький, нечетное число. Очевидно, что когда мы будем возводить в степень, то вот это P в степени N оно будет себя идеально вести, потому что оно будет как раз давать ту самую нечетность. А при умножении на любое кратное число P вот этот вот элемент нечетный. И смотрите, что мы, собственно, уже знаем. что по модулю P в степени N его порядок это P в минус 1. Ну, поскольку это число нечетное, то и такой же порядок, то есть P в степени N минус 1, у него будет по модулю 2 в нужде такой степени N. Потому что, ну, нечетное число, когда возводишь, оно продолжает быть все время нечетным. А по модулю P в степени N у нас все хорошо, потому что фактически вот это слабляемое просто нет. Отлично. А еще у нас там было такое число. A в степени P в степени N минус 1, где A это первообразный корень по модулю P. И у него порядок равнялся P минус 1. Ну, мы брали там произвольный первообразный корень. Он мог быть черным. Но это не беда. Дело в том, что по модулю P, что A, что A плюс P, это же одно и то же. P нечетное число, поэтому если это четное, то A плюс P нечетное. Значит, в случае чего, мы вместо A возьмем A плюс P. И у нас опять нечетное. Так что все хорошо. Значит, вот эта группа тоже циклическая. это вот что-то подойдет. И сейчас я провер cow Godsel N. П морать мы сижу сегодня. Смотрите,